38 стран, более 300 участников. В Москве в президент-отель открылся Всемирный конгресс школьных учителей истории. В первый день работы форума перед его участниками выступил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин. За частными дискуссиями о том, как и в каком объеме преподавать историю в школе, скрыт общий для всех нас вопрос о роли гуманитарного знания в современном мире, его способности служить подспорьем в преодолении глобальных вызовов. Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что потенциал гуманитарных наук и прежде всего истории в этом отношении по-прежнему недооценены. Поэтому преподавание истории в школе, на мой взгляд, призвано не просто давать молодым людям готовую информацию, но и учить их мыслить, отличать факты от мнения, выявлять тенденции и закономерности исторического развития. Один из главных вопросов, который волнует учителей истории во всем мире – переизбыток информации по истории и большое количество фейков. У нас был в свое время в стране принят историко-культурный стандарт, когда тоже разные ученые, разные направления договорились, как преподавать, основываясь действительно на фактах, исторических фактах, историю страны. Это очень важно, что был достигнут такой консенсус, который затем историко-культурный стандарт лег в соответствующие учебники. Студентов, учащихся, нужно учить искать источники, читать между строк, проверять факты. Я не думаю, что мы должны подсказывать им, какой правильный ответ. Мы должны их обучить. Ребята, думайте сами и решайте сами. Даже непрофессионалы сталкиваются с огромным количеством сведений об истории. Но не специалисты не могут провести грань между научным познанием и всеми ненаучным, а понять их качественные различия тем более. И в этом помочь могут ждать только вы, наши замечательные учителя истории. За внимание школьников сегодня борются не только учителя истории, но и производители компьютерных игр, фильмов, социальной сети. Да и саму традиционную модель учитель-ученик некоторые ставят под сомнение. Если молодежь продолжит считать, что история – это банка консервов, мы на пенсию можем с вами уходить сегодня, понимаете? Законсервированная история в учебниках, она не даст им ничего хорошего. Нам надо сделать историю интересной, понимаете? С энтузиазмом преподавать ее. Я в связи с этим наткнулся недавно на очень интересное высказывание Поля Валерии, что история – самый опасный продукт, вырабатываемый разумом человека. Она порождает надежды, но она может отравлять народы, дает им лживые воспоминания, не дает зажить старым ранам, разрушает покой, создает неверные иллюзии, либо величия, либо постоянных гонений и унижений. Вместе с тем, Поля Валерии подчеркивал, что знание истории дает возможность лидерам, странам, обществам быть готовыми реагировать на непредсказуемые, непредвиденные обстоятельства и во всем оружии встречать беды. В рамках Конгресса состоялся 4-й Всероссийский съезд учителей истории и общества знания. Среди актуальных вопросов – преподавание региональной истории в школах. Какой настоящий патриотизм и настоящее чувство сопричастности к родной истории, чувство Родины, если угодно, оно рождается именно на уроках региональной истории, на уроках Криведни. Поэтому, конечно, нам и в рамках нашего съезда нужно бы подумать о том, как выстраивать дальше эту работу, как все-таки потихоньку возвращаться к преподаванию региональной истории. Тему региональной истории, но уже в мировом масштабе, затронул Александр Чубарьян. Во многих странах есть недовольство, как эта страна изучается вне этой страны. Мне говорили многие наши коллеги в Африке, что они очень недовольны тем, как история Африки освещается в европейских учебниках. Ее почти нет. Есть и ряд других общих для всех вопросов. Во всем мире требуется расширить время на преподавание истории. Все жалуются, абсолютно все страны. Этот процесс и у нас в стране существует. Малое количество часов на преподавание истории. Второй вопрос, который всех интересует, роль учебника. Какую роль играет учебник в истории? Сегодня он потерял свое основное и единственное значение, которое было всегда, потому что наши дети могут использовать интернет. Третий большой вопрос, который возник недавно. Дистантное обучение. В преддверии 90-летия Александра Чубарьяна за значительный вклад в развитие исторической науки и многолетнюю плодотворную работу президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, с чем академика Чубарьяна и поздравили коллеги. Служба информации Фонда История Отечества.